Как бы грустно это ни звучало, но дорогие девушки, которые хотят получать со стороны парня, мужчины, подарки, внимание и прочие все блага, в ваших отношениях вы должны изначально грамотно распределить те самые обязанности. Смотрите, как это работает. Если вы что-то делаете с вашей стороны, то другой человек автоматически этого делать не будет. Например, если вы решили, что вы всегда моете посуду, то другой человек не будет мыть посуду. До того момента, пока вы не перестанете мыть посуду, и в какой-то момент он поймет, что теперь мою посуду я. Так вот, в отношениях это работает примерно точно так же. Если вы сразу сказали, что вам ничего не нужно, вы ничего не хотите, или вы сами закрываете все ваши хотелки, ваши потребности, то другой человек не будет видеть в этом необходимости. А значит, для того, чтобы это поменять, вам на какое-то время нужно перестать это делать, и потому другой человек, значит, делать это за вас. Понятно, все ясно. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Чаечки дорогие, как она сказала. А вы сразу звезду переставайте мыть, как бы там, мыть и брить, да. Ну а что, зачем, да. Че ты должна это делать, да. Пускай он за тебя это делает, да. Ну а что-то мелочится уже. Сразу, вот так вот, прям, сразу по-больному, по-живому режь, как бы, и все, да. Мне вот, знаете, вот, когда у Чаечки говорили, отношения это труд, их нужно строй, там, за них надо бороться. Обязанности, да, вот это вот все, там, долг, ты должен, обязанности у тебя. А у меня, знаете, такой простой-простой, в то же время и ответ, но и вопрос. То есть, ну, для нас, для мужчин это ответ, а для них это вопрос. А нахуй мне это надо все, а? А нахуй мне это fase. Но ты должен... Продолжение следует...